Бифрен. Спокий за ясные головы. И наш враг это, конечно же, признает, не может не признавать. Почему они не могут активно противодействовать и сбивать их, и перехватывать? Ну, это их проблемы. На самом деле, то, что там есть какие-то выдумки и теории о том, что это, я не знаю, чуть ли не такое чудо-оружие, которое обладает какими-то способностями, и ракета изменяет по 15 раз траекторию и так далее. Ну, это, в принципе, и не так, понимаете, легко сделать, учитывая, что ракета GMLRS летит на дальность до 80 километров. Поэтому трудно на такое расстояние при большой скорости менять очень часто какую-то траекторию. То, что не могут их перехватывать и не могут обнаружить вовремя, ну, это, скажем так, промахи средств противовоздушной обороны, которые используются российскими войсками. Не более того, это промахи их систем выявления целей, их радаров, которые у них есть, и, соответственно, средств, которые должны перехватывать такие ракеты. Поэтому это минусы и брешевых системы противовоздушной обороны в первую очередь. И, конечно же, на фоне этих проблем, на фоне того, что, понимаете, как, тут же как складывалось, как только «Хаймарсы» в Украину поставляли наши партнеры, была большая компания по дискредитации, ну, бросы российские и пропагандистские, они расходились активно в разных СМИ. Сначала они говорили о том, что этих «Хаймарс» будет мало, их недостаточно, их начали поставлять в большем количестве. Потом, когда «Хаймарсы» начали успешно поражать цели, только буквально за август-сентябрь это было более 400 целей различных. Это склады с боеприпасами, это командные пункты, это их укрепрайоны, это, в конце концов, и переправы, мы знаем, через реку Днепр между левым и правым берегом Херсона. Там в России начали говорить о том, что, в принципе, это временное явление, сейчас все наладится, они будут сбивать ракеты, которые летят от систем «Хаймарс». Но, как оказалось, сбивать не смогли, активно способов не нашли, поэтому начали придумывать уже другие теории о том, что, вы знаете, это такая сложная система, которую вообще невозможно там обнаружить. А до этого я хочу напомнить, что на начальной стадии, как нам поставляли «Хаймарсы», помните, такого смешного персонажа, Валерина Горни-Коношенкова, так он говорил о том, что все «Хаймарсы» уничтожены, уже были, по его логике, там чуть ли не 90%. То есть, ну, это оправдание для того, чтобы придумать версии различные, почему же они все-таки удары от «Хаймарсов» пропускают. Они постоянно меняют версии, лишь бы скрыть вот именно свои ошибки, невозможности их перехватить. Александр, скажите, ну вот мы помним, да, если говорить о российской пропаганде, те случаи, когда там показывали какие-то обломки, говорили, что это обломки «Хаймарсов». Мы помним это знаменитое письмо российских журналистов в Министерство обороны Беларуси, где они на полигоне просили соорудить макет, чтобы снять сюжет о том, как якобы российская армия уничтожает одну такую систему «Хаймарс». Все это мы помним, это все было в новостях, об этом мы много рассказывали. Но, тем не менее, на сегодня мы видим, что нет успехов в противодействии «Хаймарсов». Означает ли это все, что у России фактически нет контрбатарейной системы, контрбатарейной борьбы? Она просто уступает, она, эта контрбатарейная борьба, она серьезно уступает. Мы видим, что, понимаете, тут еще много вопросов. Во-первых, украинская система децентрализированного командования и принятия решений гораздо лучше себя оправдывает, нежели централизованная система. Мы можем принимать решения достаточно быстро, мы делегируем эти полномочия непосредственно командирам на местах преимущественно. В России все необходимо подтверждать, на все необходимы санкции. Второй момент. Мы достаточно бережно относимся к использованию снарядов и используем их, получая точные координаты для того, чтобы снаряд точно попал в цель. Это второй момент и второй аспект. Российские войска, они могут бить, ну, раньше они могли бить, сейчас у них уже на некоторых направлениях вообще ограниченные возможности с артиллерией отказались из-за проблем с логистикой. Но они могли бить фактически по квадратам, особо не считаясь и не считая при этом потери снарядами. Ну и следующий момент. Действительно, нам в том числе наши партнеры передавали активно раньше радары для контрбатарейной борьбы, плюс мы используем средства, которые есть у нас дополнительные на вооружениях. И это все, конечно, создает условия, когда действительно порой наша контрбатарейная борьба, она лучше. Этому свидетельство то, насколько эффективно используются снаряды для того, чтобы меньшим числом, но эффективно и качественно поражать цели противника. Ну, Путин просто бредит импортозамещением. Они хотят импортозамещать в России все, что можно. И, конечно же, в первую очередь это военную технику и, конечно же, вооружение. Там пытались закупать микросхемы через определенные схемы из Китая. Это все было пресечено. Неужели они... У них там целые научно-исследовательские институты. Россия фанатеет от оборонного комплекса своего. Они работают над электроникой. Сколько им времени понадобится для того, чтобы создать какие-то контрбатарейные системы, которые теоретически могли бы противостоять такому оружию, как «Хаймерс»? Способны ли они вообще на это с учетом западных санкций, потому что технологии теперь недоступны Москве? Ну, вы знаете, что российский президент Путин, он давал поручение в сентябре изучать западное вооружение, которое поставляется в Украине, и делать какие-то выводы, и наращивать способы противодействия как раз за счет российского военно-промышленного комплекса и его мощностей. Но вопрос в чем? Есть две проблемы у российского ВПК, которые решить тяжело или, наверное, практически невозможно. Во-первых, все программы импортозамещения, которые ставились российским руководством в основу с 2015 года, они не выполнены. Ну, то есть Россия, в принципе, искала всегда пути для того, чтобы закупать определенные виды комплектующих, начиная от тех же полупроводников, которые вы упомянули, чипы, заканчивая другими там технологиями. Я сейчас, чтобы было вот просто понятно, на каком уровне, на прошлой неделе российские эмиссары ездили по странам Юго-Восточной Азии и активно были заняты тем, чтобы найти поставщиков-подшипников для военной техники. Это не то, что там полупроводники, это не какие-то процессоры, это не какая-то электроника. Это подшипники. Они нашли якобы в Малайзии. Малайзия вроде бы готова им поставлять, но это просто тоже как индикаторы военно-промышленного комплекса. Видите, а Валентина Матвиенко удивлялась, что Россия сама гвозди не производит, а вот подшипники тоже не производит. Может быть, для них это было открытие. На самом деле импортозамещение во многом, оно действительно, они там предпринимали попытки, значит, что-то пытались заменить, но оно преимущественно существовало, скажем, больше на бумаге. Даже сейчас, когда ситуация возникла со снятием с хранения танков, которые Россия снимает, и там же проблема в том, что, в принципе, 30-40% того, что снимают с хранения, оно требует либо серьезного ремонта, либо оно очень непригодно к использованию. Александр, простите, я вот как раз о том, что есть, что осталось у России, хотел бы детальнее расспросить. Просто времени у нас не так много осталось, а вопросов у нас к вам много. Смотрите, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. О чем это может говорить, кроме того, что у России свои беспилотники, видимо, закончились? Это говорит о том, что, вот если мы говорим о ВПК, то есть такая компания Кронштадтское вооружение в России, которая, видимо, не справляется. То есть необходимо понимать, что российский ВПК, так чтобы сказать коротко, он не успевает восполнять потребности войны, условий войны и боевых действий. Поэтому обращается к Ирану. Но, как мы видим, Иран, несмотря на санкции, несмотря на проблемы, которые у них есть, сумел наладить штампование дронов и готов их поставлять. Я думаю, что тут тоже до поры до времени все-таки за Иран возьмутся и будут ужесточать санкции, закрывать лазейки, по которым Иран может или мог получать технологии, комплектующие, скажем, производство таких дронов. Потому что они тоже не на 100% из каких-то иранских комплектующих. Но это, наверное, тоже приговор российскому сектору беспилотных летальных аппаратов, которые они развивали и производили, потому что, как оказалось, они не готовы производить подобные типы дронов и они не готовы производить их в большом количестве. Поэтому они обращаются за помощью к Ирану. Я думаю, что это необходимо трактовать именно так. Смотрите, мы помним все, что буквально год назад Лукашенко напоминал Путину, что ОДКБ и обмен всем, чем можно в рамках ОДКБ и просил постоянно Россию о поставках вооружения. Сейчас мы видим видео, как оружие, определенные артиллерийские системы едут на территорию России из Беларуси. Танки перевозят на территорию России из Беларуси. Все, в России и танки уже закончились. Я как раз об этом частично говорил. Они снимают сейчас их с хранения, еще танки есть. Но процентов 40 необходимо отнимать, потому что они непригодны к использованию. Это танки, которые находились на складах, но с которых снимались запчасти для ремонта других танков по заказу российского руководства. Но и помимо этого по заказу третьих стран. То есть Россия проводила ремонты для других стран и снимала запчасти с танков, которые находились на хранении. Такие случаи тоже были. Поэтому сейчас, конечно же, а те танки, которые снимаются с хранения, они должны пройти процедуры определенные технического характера для того, чтобы снова быть готовы и пригодными к использованию. Поэтому они для того, чтобы свои оперативные потребности, пока они будут заниматься танками и снимать их с хранения, но оперативные потребности уже, фронт горит у российских войск сейчас, поэтому они делают именно такие маневры, берут у Белоруссии. Это, конечно, тоже на самом деле удручающее зрелище, потому что Россия всегда говорила о том, что у них достаточно много танков, которые готовы к использованию. Но, как оказалось, их достаточно было много уничтожено украинскими войсками. И сейчас восполнять потери они тоже не успевают при интенсивности и таком уровне боевых действий. Поэтому временно берут, ну не временно, но постоянно возьмут у белорусов, но будут, а в это время будут пытаться что-то сделать своими, чтобы их бросать еще в бой. Спасибо, Александр. Это был Александр Мусенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, который рассказал нам о том, что происходит в военно-промышленном комплексе России. Из нашей беседы можно сделать один простой вывод. Не происходит ничего хорошего. Не все так хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!